Картинки истории оживают на страницах книги памяти «История России» на большом экране. Настоящие герои на сцене в каждой постановке. Боль, мужество и героизм. Через динамичный послевоенный период, жизнеутверждающий песней «Я люблю тебя, жизнь» до настоящего времени. 70-летие освобождения Анапы от немецких войск. Никогда я не думал, что сегодня нам придется доказывать, что именно мы победили в этой войне. То, что именно Советский Союз, Россия являются единственными, кто смог переломить хребет фашистской чуме. И сегодня, спасибо, я рассматриваю эти аплодисменты как поддержку. Спасибо вам. Мы склоняем головы перед теми, кто сложил свои жизни и головы, освобождая город Анапу. Перед теми адапчанами, которые погибли на полях сражений, освобождая Советский Союз. И принесли победу, водрузив знамя Берлине над Рейстагом. Я хочу в этот день сердечно поздравить всех, пожелать всем здоровья, успехов. И все сделать для того, чтобы город-курорт Анапа был цветущим садом. Спасибо. Традиционно на дне города анапчанам гостям курорта представляют почетных граждан Анапы. В этом году высокого звания удостоен Анатолий Пахомов к большому удовольствию всех жителей города-курорта. Я очень благодарен вам за оценку моей работы в Анапе. Хочу сказать вам огромное честное спасибо. Сказать, что анапчане действительно замечательные, трудолюбивые, добрые, хорошие, хорошие люди. И спасибо вам за это. Я поздравляю вас с днем города, я поздравляю вас с 70-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. И желаю вам счастья. Будьте счастливы. И всего вам доброго. И новых свершений. Спасибо. Медали за вклад в развитие города-курорта вручили анапчанам и трудовым коллективам города, лечебно-диагностического центра «Делуч» и школы номер 5. Отметили работу лучших представителей органов территориального самоуправления. Сюрприз для анапчан. Концертная программа в этом году динамичная, интересная, прошла на одном дыхании. Выступили Надежда и Игорь Арбузовы, артисты цирка имени Юрия Никулина. Женщина-мечта продемонстрировала настоящее чудо, переодевалась за 5 секунд. Александр Великолепный поразил силой, смелостью и во время его номера гости на площади встали, чтобы увидеть, как по нему проедет джип. На Кубанской земле в день города и юбилей освобождения Анапы от немецких войск о вольной Кубани спел народный казачий хор и кубанский казачий квартет. От имени звезд театра и кино выступил народный артист России Аристар Хлеванов, участник 22-го фестиваля «Киношок». И как по заказу хорошая погода до завершения праздника. День рождения города раскрасили фейерверком. И через минуту в Анапе пошел дождь. Даже погода поздравила анапчан. Правда, по-своему. Наталья Пухальская, Александр Кореневский. Анапа. Регион.